МИД делает заявление, потому что речь идет все-таки о взаимоотношениях на внешнем контуре. Пусть даже в многостороннем формате, формате международной организации. И все постоянные представители государств при УДКБ, они все являются сотрудниками Министерства иностранных дел своих государств. И Министерство иностранных дел согласовывает их. Назначает их президент всех, ну, каждый своей страны. Но ПСТ-тармений, как мы знаем, не назначен. И квотная должность представителя Армении в секретариате, это заместитель генерального секретаря, насколько я помню, так же не назначена. И армянская страна объявила, что она не будет назначать ни постпреда, ни сотрудника на квотную должность в секретариате. Поэтому Министерство иностранных дел российской генерации сделал такое заявление, потому что взносы будут скорректированы. Взнос Армении, как и всех остальных стран, это 10%. Потому что 50% платит России, остальные 50% делятся пропорционально в равных долях между остальными пяти государственными членами. Это между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Соответственно, каждая страна платит по 10% взнос к бюджету ОДКБ. Раньше Армения всегда, я помню, за время своей работы, там с 2010 по 2023 год, всегда выполняла финансовые обязательства, всегда платила бюджет. Никаких вопросов к Армении по неуполнению своих обязательств в части финансирования никогда не было. То, что сейчас происходит и было объявлено, это политическая позиция армянской стороны. Давайте откроем Устав договора коллективной безопасности, это Организация договора коллективной безопасности, а конкретно главу 9, статью 25, это глава 9, финансирование. Значит, в соответствии с 24 статьей, тут сказано, что финансирование деятельности постоянно действующих рабочих органов ОДКБ осуществляется за счет организаций. Бюджет организации формируется за счет долевых взносов государственных ОДКБ, утверждаемых советом. Бюджет организации не может иметь дефицит. Таким образом, невыплата Армении своей доли в бюджет создает для организации дефицит, что уже является нарушением Устава. Статья 25 Устава гласит, в случае невыполнения государственными членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации, в течение двух лет Совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности. Вот какие санкции светят Армении через два года после невыполнения армянской стороной своих финансовых обязательств. Таким образом, если более внимательно употреблять статью, нет санкции в виде исключения страны из организации за невыполнение финансовых обязательств. В крайнем мере, я этого не вижу.